Слава Богу! Мы имеем весьма такую благоприятную возможность предстоять пред лицем того, от которого нет твари сокровенной, но все обнажено и открыто пред очами его. И как бы хотелось, чтобы каждый из нас в отдельности вполне осознавал эту ответственность, которой мы стоим пред лицем Господним, чтобы нам в последствии не оказаться опоздавшими. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Одним принесло пользу слово слышанное, растворенное верою слышащим, а другим не принесло. И тому мы сегодня приходим в эти служения, в эти общения, чтобы уразуметь превосходящее разумение любовь Божию, чтобы нам исполниться его полнотою, потому что это необходимая обязанность для каждого уверовавшего Иисуса Христа, чтобы мы использовали это время для устроения нашего Дома Духовного, в котором совершаются жертвы и прощения, и благодарения. И если там дом, в Доме Духовном есть парадок, то есть и устройство, и созидание для славы Божьей. Я обращусь к Священному Писанию и хочу обратиться именно к одному из мест, которые довольно знакомые места. Это слово в свое время сказал Христос, будучи среди народа своего. И это слово, оно по сегодняшний день имеет определенное значение в жизни нас, уверовавших или принявших благодать Иисуса Христа для своего спасения. И чтобы это спасение совершилось в полной мере, нам нужно держаться исповедания неуклонно, потому что за всем этим стоит Господь и бодрствует. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих и ниже. «Когда же и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стесняют тебя отовсюду, и разорат тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих нем и покупающих. Говора им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом-разбойником». Именно с таким словом однажды Христос обратился к народу, который его приветствовал, который почитал его за пророка, которому постелали одежды, которого как бы ценили. Но в то же время, смотря на эти отношения людей, он почему-то не на это обратил внимание. Он обратил внимание совершенно на другое. Он, смотря на все это, заплакал и сказал, «О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему». Друзья, дорогие, самый важный вопрос, который сегодня звучит для каждого из нас в отдельности, знаем ли мы пути мира? Ходим ли мы путями мира? Это весьма важный вопрос. Апостол Павел к кремлинам весьма так конкретно говорит, «Они не знают путей мира, нет страха Божия пред глазами их». Говорят, «Они не знают путей мира». Это уже не слова Христа, это уже слова апостола, который последовал за Христом, которому Господь сказал, что я покажу, сколько он должен будет пострадать за имя Мое. И этот человек, который посвятил себя служению и посвятил себя всецело, не советуя ни с плоти, ни с кровью, он обращается к народу кремлинам и говорит, «Они не знают путей мира, и нет страха Божия пред глазами их». Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидал на губах у них». Он говорил, «Не к кому-то постороннему». Эти слова сегодня в той же мере они должны проникнуть каждого из нас в отдельности, и мы должны задать себе вопрос, знаю ли я пути мира или не знаю. Хожу ли я этими путями мира или я сегодня хожу по взгляду очей и по слуху ушей. Мы сегодня имеем великое преимущество среди прочих, потому что нам верено Слово Божие, которое может умудрить, наставить, разуметь и обогатить нас надеждой, чтобы, когда мы предстанем пред лицем Господним, мы не постыдились пред Ним пришествия Его. Как-то буквально пару дней назад прошло, готовясь к определенному служению, молясь, и вдруг ночью я слышу как бы такой голос, такое слово. Говорит, «Задай народу моему вопрос, какую вы оценку поставите себе именно в ваших отношениях с Богом?» Мы сегодня всегда имеем такую способность, все сегодня измирается какими-то баллами, какими-то категориями или тому подобное. Но вот сегодня задавая себе вопрос, взгляну в свое сердце, какую мы оценку поставим нашему служению пред лицем Господним? Как мы можем себя оценить, по какой шкале, даже если по эпидемальной, к которой мы в свое время привыкли и нас так оценивали? И сегодня можем ли мы дать правильную оценку самому себе, своим отношениям с тем, кому мы обещали служить чистой и доброй совестью? И здесь слово Божие говорит, когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И как бы ставить причину, почему он заплакал, смотря на этот город. Сегодня, друзья, Бог смотрит на каждого из нас в отдельности, и Он также определяет нашу способность угождать Богу, как мы Ему угождаем, с искренним сердцем или под принуждением, под долгом, под обязанностью, и тому сегодня говорит, если бы ты хотел сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Давайте, друзья, рассмотрим, что же это такое, чтобы нам, именно уверовавшим в Иисуса Христа, знать пути мира. Какими путями Бог сегодня желает именно вести каждого из нас в отдельности? И Христос, будучи Сыном Человеческим, который именно показал пример, чтобы мы шли по Его следам, Он сказал о себе. Он был кроткого и молчаливого духа. Говорит, что драгоценно пред Богом? Кроткого молчаливого духа, друзья, это состояние внутреннего мира, внутреннего покоя, внутреннего основания, на котором мы строим свой дом духовный. И если этот кроткий и молчаливый дух внутри каждого из нас в отдельности, и если там бунт, негодование, возмущение, огорчение, обида, недовольство, это не пути мира, это пути, которыми Бог не может нас употребить в своем уделе. И люди, которые исполнены этого состояния сердца, они не могут быть взяты в удел Божий, и Бог не может ими пользоваться, как сосудами благопотребными, и освященными, и пригодными владыки на всякое доброе дело. И тому здесь Христос говорит, хотя бы ты в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. И последствия этого незнания Христос выражает, говорит, и вот придут на себя дни. Друзья, это слово, оно сегодня в той же самой мере, оно касается каждого из нас в отдельности, тому, что мы испытываемся на протяжении всей нашей жизни. И если мы, как личный человек, который желает угождать Богу внимательно к Его Слову, то мы будем прилагать все старания, чтобы это слово, оно стало именно состоянием моего сердца. Тому Господь, Он напоминает этому народу даже до сегодня, хотя видели чудеса, видели славу, знамения, видели великие чудные действия Духа Святого, которые Бог совершал через Иисуса Христа среди живущих на этой земле, но Слово Божие пришло к своим, а свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мы сегодня, друзья, стоим во свете Его Слова, и это Слово сегодня может просвестить наш образ жизни, наше естество, чтобы мы познали пути мира. И в чем же эти пути мира заключаются? Павел пишет в своем послании «Жены, повинуйтесь мужьям своим во всем». Это пути мира. Друзья, дорогие, а если жены не повинуются, а бунтуются в сердце, возмущаются, кто ты такой, что я тебя должен слушать? Или кто ты такая, что я тебя должен слушать? Друзья, это пути мира. И если я этими путями не хожу, не стою на позиции Слово Божье, то я ожидаю суда от Бога. И этот суд, он совершится, друзья, дорогие, хотим или не хотим, но Божья милость, она и в этом являет, Бог именно желает нас научить путям мира, чтобы мы ценили отношениями друг с другом и пред Богом, потому что Бог, Он справедливый, Он на троне славы своей, и пред лицем Его пишется памятная книга, и ничто не выбывает у Него, у Него не выбывают именно те конфликты, которые происходят в жизни нашей. Жены, дети, будьте послушны родителям вашим, ибо этого требует справедливость. Друзья, дорогие, это пути мира. Старшие, повинуйтесь, младшие, повинуйтесь старшим. Это пути мира. И если я сегодня в своем духе имею возмущение, недовольство, огоршения на кого-то или на властей, я буду именно человеком неспособным исполнить Слово Божие, неспособным именно прославить Его как Бога и возблагодарить Его как Бога. И этот народ, к которому Христос пришел, они и не узнали путей мира. Они не покорились Богу, они не стали причастниками Божеского естества, и тому Христос приносит приговор, придут на тебя за то, что ты не узнал времени твоего посещения и какие последствия придут. И мы сегодня можем возмущаться, что кто-то виноват в моей проблеме, что кто-то именно нарушил мой мир. Если он там был в твоем сердце, то никто его не нарушит. А если его там не было, его легко нарушат и легко выведут тебя из себя. Павел говорит, если выходим из себя, то для Бога, а если скромны, то для вас. Ибо любовь Божия объемляет нас, рассуждающих так. Именно как мы должны рассуждать? Рассуждать, чтобы Божий мир не был утерян в нашем сердце, чтобы не прошли последствия. И потом будем зывать, а отвечающего не будет. Будем просить, а он не ответит тому, что было время, когда он звал, когда он предлагал нам покаяние, нам жизнь. Мы отвергли, мы думали, я еще подожду, я еще успею, я еще воспользуюсь. Друзья, дорогие, если Бог определил время посещения твоего или моего, то давай будем внимательны к его действиям, тому, что когда второй раз Господь посетит тебя или меня, я не знаю, но когда он касается моего сердца своим словом, это слово обличает и показывает мои кривизны и неровности, то мне нужно поспешить совершенству, мне нужно приложить старания, чтобы войти в присутствие славы Божьей. И от покаяния начинает духовное возрастание и преобразование по образу создавшего нас. А если это покаяние отлаживаться, человек думает, что я еще успею, я еще не все сделал, то, что мне надо было делать, потому что я живу мирской жизнью и последствия воспользуюсь покаянием, не воспользуюсь, Бог знает лукавство человеческого сердца. Если человек сегодня с лукавым намерением приступает к Богу, то Бога невозможно убедить или говорить, что мы еще подождем. Друзья дорогие, когда Дух Святой касается или обличает нас, то это время моего посещения. Это время, когда Господь заботится о моем спасении. Господь желает, чтобы я преобразовался и научился ходить путями правды его, потому что на этих путях будет явлена слава и милость Божья. И тому мы здесь читаем, что вы не узнали своего времени посещения и придут дни, и вы не узнаете этих злых дней, которые придут в вашу жизнь. Не узнайте, потому что вы потеряли ведение, вы пренебрегли благостью и милосердием Божьим, которое вело каждого из нас к покаянию. И когда это покаяние совершается, начинается процесс возрастания в познании Господа, а если это покаяние не произошло, значит, этот процесс не начался в твоей или моей жизни. И мы сегодня приходим в эти служения, чтобы Слово Божие, оно коснулось моего сердца или каждого из нас в отдельности, чтобы мы уразумели этот момент, когда Дух Святой тревожит тебя или меня, чтобы я взялся за предлежащую надежду и держался исповедание неуклонно тому, что Господь бодрствует над Своим Словом, у Него есть времена и пределы, у Него есть возможность или время нашего посещения, и если я это время сегодня откладываю, оно не принесет мне пользы, и вы можете не раз слышать свидетельство, когда Господь кого-то звал к покаянию, и это покаяние, оно было пренебрегаемо, оно было как бы не учтено человеком, он думал, что придет время, я еще покаюсь, и проходили годы, десятилетия, прежде чем когда-то еще Господь мог постучать в это сердце, и тому, друзья, дорогие, Бог стучит два или три раза, и если я пренебрегаю Его благостью и милосердием, то, Христос говорит, придут на вас дни, и вы будете взывать, отвечающего не будет, будете стучать, и никто вам не отворит, потому что отвергли время посещения, пренебрегли этим временем посещения, и тому, здесь Христос обращается к своему народу, что вы не узнали времени своего посещения, друзья, дорогие, пусть Бог поможет нам уразуметь это слово, вместить это слово тому, что не в нашей власти завтрашний день, не мы распоражаемся днями нашей жизни, он распоражается, и он знает, когда нужно достигнуть твоего и моего сердца, когда нужно изменить то внутреннее состояние твоего духа, чтобы ты имел свободу в своем сердце и приступал к престолу благодати с дерзновением, если этого дерзновения сегодня нету, то давайте будем искать, Господи, а где я упустил время своего посещения, где я пренеброг твоей благостью твоим милосердием, чтобы мне, Господи, не казаться опоздавшим, тому, что Господь стучит в сердца наши, и он желает, чтобы никто не погиб, а чтобы пришли к покаянию, сегодня Бог дает покаяние, Бог дает внутреннее побуждение, не пренеброгай благостью, милосердием Божьим, тому, что захочешь впоследствии покаяться, не сможешь покаяться, тому, что покаяние дает Бог Духом Святым, проникая твое и мое сердце, и тому Христос, он дальше говорит, и войдя в храм, он начал выгонять продающих и покупающих. Друзья, дает Слово Божие, тела ваши, суть, храм Духа Святого, живущего в вас, и вы не свои, вы куплены дорогою ценою, и посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божьи. Оказывается, друзья, дорогие, Слово Божие говорит, что дома и дома молитвы нарышется, а если там вертеп разбойников, а если там блуждание в мыслях, а если там блуждание в торговле и тому подобное, сегодня это процветает, друзья, и люди сегодня заняты этим, а Слово Божие говорит, что тела наши, суть, храм Духа Святого, живущего в вас, и вы не свои. Если я не свой, то я принадлежу тому, кто искупил меня от суетной жизни, и тому, друзья, пусть Бог поможет нам, чтобы наш храм, он был храмом молитвы, там совершались молитвы, моления и прошения с благодарением пред лицем Господнем, это будет то состояние, на которое Господь будет презирать, это будет то состояние, когда мы будем приближать особый день посещения в наши дома, в наши семьи, в жизнь наших детей, потому что к этому нужно приготовлять свой сосуд, и если мы бодрствуем, если мы создаем атмосферу Духа Святого среди собрания Божьего народа, то Бог силен более глубже и конкретней действовать в собрании своем, а если мы сегодня пришли осуященные умствованиях своих, заняты торговлей, заняты чем-то другим, и думаем, что я же прошел собрание, ты прошел, и Илья прошел, чтобы очистить свой храм от всякой скверны, плоти Духа, чтобы совершать служение в Духе истине пред лицем Господнем. Конечно, друзья, эта тема весьма такая глубокая, и я сегодня весьма ограничен временем, и тому пусть Бог поможет нам, друзья, быть внимательны к действиям Духа Святого в нашей жизни, когда Господь стучит Твое или мое сердце напоминанием, возбуждает чистый смысл, то будем спешить, чтобы воспользоваться Его благодатью, будем торопиться, чтобы не отстать, тому, что и нам оно возвещено. Если это Слово возвещенное принесет плод Твою и мою жизнь, то я буду блажен в своем уповании, а если я сегодня пренебрегаю, ожидаю более какого-то лучшего времени, не ожидай лучшего времени. Слово Боже, сегодня, ныне, лето Господне благоприятное завтрашний день не в нашей власти. И тому пусть Бог поможет нам быть внимательным к Его действиям, к Его благодати и милости, чтобы мы узнали время своего посещения и воспользовались Его благодатью, тому, что Господь, Он желает нас оправдывать пред лицем Господнем. Я еще немножко коротко постараюсь рассказать одно из откровений, которое пришлось слышать. Это было показано такое видение, через реку был такой ветхий мост и этот мост нужно было пройти на другой берег. И вот, говорит, видно группа людей, которые идут и прямиком направляются на этот ветхий мост и они с уверенностью проходят по этому мосту и переходят на другой берег, а следом идет вторая группа верующих и они подходят к мосту, видят, что ветхий мост, склоняют колени, молятся, просят, чтобы Бог благословил и проходит на середину этого моста и мост падает. И этот сосуд задает вопрос, Господи, а почему? Первые прошли, не молились, не искали тебя, они прошли, а вторая группа идет, помолились, искали тебя и не прошли. Идет такое слово, они молились прежде, чем ступить на этот мост, они прежде, чем пройти этот мост, они вели молитвенную жизнь, их жизнь была наполнена отношением с Духом Святым. А те люди, которые подошли к этому мосту, они думали, вот помолимся, и Бог проведет. Друзья, когда одному из Провоков Бога говорит, я звал, а вы не отвечали, а впоследствии вы будете звать, а я не отвечу. Друзья, не оставляйте упования своего сердца на последний день. Вот придет момент, я помолюсь, и Бог ответит. Не ответит. Если ты не взывал к нему, если не ходил обновленной жизни пред ним, надеяться на последний момент жизни, это опасно. Это весьма опасно. И тому мы читаем в Священном Писании, Христос сказал, когда привел, говорит, не твоим ли именем, мы делали то, другое, третье, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Пусть Бог сохранит, чтобы мы были блаженны, уповая на подаваемую благодать, а ему за все слава. Амин.